Возмущает то, что как нашкодивший кот, знаете, нашкодил и сразу попросил ходатайства суда, чтобы не было видео-аудиосъемки. Имея мужество нести ответ перед людьми, перед судом, я считаю, что малодушие в очередной раз подтверждает, насколько низкого сорта, низкой пробы этот, скобка сказать, офицер. Все мы прекрасно понимаем, что потерпевшие, которые сегодня находятся во ВСИНе, ну, в колонии, они вряд ли смогут участвовать в полноценном заседании, они заложники ситуации. Костя, маленький винтик этой системы, безмозглый, да, ну, маленький винтик, не дадут ни Копнину, ни Журавлеву, ни Гогу выступить в суде с теми обвинениями, которые у них есть к этому господину. Когда я увижу его за решеткой, итогом этого судебного заседания удовлетворен. Вот как бывший сиделец ИК-7, который на своей шкуре ощутил все прелести правления, господи, прости, этого неумного человека, который потерял почву под ногами, кто-то ему дал уверенность в себе, вот на эти все вещи, которые он вытворял в колонии. Кошмар, я до сих пор с содроганием вспоминаю. Сергей, вы как единственный фактически потерпевший, который мог приехать на заседание, приедете в следующий раз? Конечно, приеду. Потому что единственный, кто может рассказать о всех этих подвигах, потому что хочется, чтобы судья услышал и про Аполлоново, и про Молокова, как их просто убили. Судный вестик остановил, поскольку заявлено было потерпевшего радостно и целью обеспечения тех конференц-связи откладывается судебное заседание. Субтитры создавал DimaTorzok